Рад приветствовать всех электриков, киповцев, фанатов электромонтажных работ, ну и просто всех неравнодушных и любознательных. Друзья, сегодня рассмотрим назначение устройства и работу вот такого любопытного приборчика. В простонародье, в профессиональных средиях называются искрозащитные барьеры, которые обеспечивают гальваническую развязку электрических цепей. Но здесь она выполняет не только функцию развязки, но и преобразует низкоуровневый сигнал с температурных преобразователей, с термопар и термометров сопротивления в аналоговый сигнал 4,20 мА, который идет потом на контроллер. У меня контроллера здесь нету и термопара тоже нету, но я его подключу и продемонстрирую. Вот здесь есть блок питания на 24 вольта, но, конечно, прежде чем продолжим просмотр, не забывайте лайк, комментарий в поддержку канала, кто с такими приборами связывался, да, и, конечно, советы по их работе, да, у кого-то, возможно, в процессе деятельности, какой-то опыт с ними работы накопился. Итак, друзья, барьеры искробезопасности. Вот у них примерно одинаковая форма, похожая, да, вот такая толстенькая шоколадка Ritter Sport. Вот у меня разных фирм, производителей есть, они разную функцию, кстати, выполняют, не только как разделительного барьера, но, например, как повторителя сигналов, да, питающего, управляющих и прочих. Есть еще, это называется пассивный повторитель полевой шины, но как-нибудь работаю его рассмотрю в других видео, но сейчас вот иотоновский MTL 5576 разберу, подключу. Вот у меня есть 24 вольта, как я уже говорил, да, и посмотрим, как он, из чего состоит и как работает, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так, ну, прежде чем разберу, я пользуюсь случаем, наверное, подсоединю контакты сюда, вот, и посмотрим, что... Вот он уже замигал у нас. Так... Ну вот, заработал, да, в работе, в состоянии. Питание, фолд-ошибка и индикатор каналов. Синие-серые разъемы у него, это для опасной зоны, это для безопасных зон. Все, ну, настало время поближе познакомиться с устройством и с его работой. Ну и вот, друзья, снова я его тут подсоединил. Можете посмотреть, да, как он тут мигает, переливается. Видите, тут, кстати, предусмотрено уже, что отсутствие болтов, точнее, винтов, да, винтовых соединений. То есть, вы сюда уже провод нечаянно, неправильно не поставите. Итак, друзья, давайте коротко рассмотрим работу данного преобразователя. Я все-таки не электрончик, но вот у нас есть такая схемка, и она, в принципе, поможет понять, как это устройство работает. Вот смотрите, вот сюда подводим питание, да, 24 вольта, точнее 20-35. Поэтому, в основном, 24 вольта, и здесь внутри находится такой разделительный, разделяющий трансформатор. В данную часть блочка, видите, написано надпись МВ, это милливольты. Милливольты поступают у нас от термопар. Вот, видите, термопары. Вот это у нас термометр сопротивления, они сейчас здесь подключены к другой модификации, то есть, это для термопар у нас. Вот, милливольты у нас пришли, зашли в блочок, преобразовались в токовый сигнал, вот, буковка И, и пошли уже, видите, лот, это нагрузка 4,20 мА. Двухканальный у нас приборчик, может от двух термопар принимать сигналы и преобразовывать их в токовую петлю 4,20 мА. Здесь показано Configuration Socket, это гнездо конфигурации. Вот так оно выглядит, вот сюда вставляется специальный штекер, но он идет отдельно, его можно подключить к компьютеру. Цена у него там достаточно солидная, но это вот для пусконалачка, ну, скорее даже для, там, для настройки. Мы сюда лезть уже никогда, в принципе, не будем. Ну, я думаю, здесь показано, вот, в таких элементах, да, не для того, чтобы как-то усложнить нам работу, подключение, а наоборот, чтобы упростить. Здесь показаны номера разъемов, то есть, я думаю, вот видите, распиновочка такая. Здесь вопросов, я уверен, не возникнет. Сюда подаем питание, сюда приходит сигнал, отсюда сигнал снимать. И, кстати, да, можно на специальный модуль его подключать, не просто на один рейку, да, а именно на модуль, где много таких преобразователей будет прям напрямую подсоединяться к контроллеру. Ну что же, настало время разобрать данный приборчик и посмотреть, что у него, собственно, внутри. Так, ну что же, разбирается он достаточно легко, всего несколько защёлочек нужно отогнуть, и корпус пластиковый снимается без проблем. И внутри, что мы здесь видим? Ну, как бы простую, да, электронную плату. Ну, а как она не простая, она многоуровня, то есть, смотрите, и с этой стороны подключения, да, у неё выполнены, и вот с этой. Кстати, скорее всего, здесь внутри ещё есть ещё один, или, возможно, даже два слоя. Ну, вот, как на телефонах, на сложной технике, да, то есть, такой слоёный пирог данная плата напоминает. Здесь по устройству, ещё раз говорю, я не электронщик, но, тем не менее, какие-то элементы могу вам показать. Вот это у нас разделительный трансформатор. То есть, смотрите, приходит питание 24 вольта, да, трансформатор у нас передаёт только, преобразует переменное напряжение. Приходит сюда 24 вольта, оно преобразуется в переменный ток. Переменный ток проходит разделительный трансформатор, снова преобразуется в постоянный ток для питания компонентов от устройства. Здесь, ну, как бы нам точно знать название приборов здесь не обязательно, потому что он не ремонтопригоден, это не значит, что он как-то выходит из строя. Наоборот, эти приборчики очень надёжны. Здесь что можно сказать? Вот это АЦП, аналоговый цифровой преобразователь. То есть, он преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Думаю, здесь сложности не возникнет. Вот они выглядят примерно вот так, как центральный процессор он выглядит. А вот это оптопара или оптрон. То есть, образно говоря, внутри находятся такие мигающие светодиодики, а здесь находится, например, фотоприемник. Светодиодик с определённой частотой мигает, и вот этот сигнал кодированный, он, значит, передаётся уже на контроллер, на другой процессор, ну, передаётся куда надо. Ну, примерно оптроны, они выглядят вот так, вот такие крупненькие микросхемки. Я думаю, вы где увидите, да, вы с ними не перепутайте. А здесь остальные элементы. Ну, что, предохранители, да, какие-то микросхемки. Ну, вот это, скорее всего, это конденсаторы. Вот. Это так называемые SMD-приборы, то есть, приборчики, которые монтируются непосредственно на самой печатной плате. И вот это всякие резисторы. Вот это вот прозрачные, это стабилитроны. Стабилитрон – это такой полупоротниковый прибор, диод, который открывается при приложении напряжения определённой величины. Да, например, 5 вольт он в закрытом состоянии, 6 вольт или сколько? 10 вольт он уже открывается. Так, ну, здесь, кстати, небольшой QR-кодик, он мне ничего не дал. Я его пытался отсканировать, да, проверить, но что-то не получилось. Вот. Вот так он, друзья, мы устроен. Наши светодиодики. Разъёмы вы, кстати, не сможете воткнуть неправильно. Тут есть защита от дурака, да, смотрите, ключики специальные. То есть, для каждого гнезда свой разъём, да, то есть, вот это мы берём и пытаемся, например, его… Вот он сюда только подходит. Вот сюда он уже, вот он уже не подойдёт. Ну что ж, друзья, коллеги, надеюсь, видео оказалось интересным, возможно, для кого-то полезным. Если да, не забывайте, ставьте лайки, ну и оставить, конечно, комментарии. Увидимся в следующих видео. Успехов в труде и безопасной работы вам. Счастливо. Так, ну и в следующем видео рассмотрим работу повторителя, пассивного повторителя полевой шины. Тоже здесь не всё так просто у него. С работой. Поэтому следите за каналом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok